В конце недели губернатор совершал рабочие поездки по районам Тверской области. В пятницу, 3 сентября, Игорь Руденя побывал в Оржеве, Ржевском районе. Поездка главы региона в муниципалитет началась с возложения цветов в память об окончании Второй мировой войны к Ржевскому мемориалу и обелиску советским воинам, погибшим при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков. Тему продолжит Роман Быков. Визит начался с посещения Ржевского мемориала советскому солдату. В церемонии возложения цветов приняли участие губернатор Игорь Руденя, советник президента России Владимир Васильев, командиры частей и соединений, дислоцированных на территории Верхней Волжи. Затем гости возле обелисков в честь бойцов Красной армии почтили память тех, кто упал за освобождение города от нацистов. Дата 3 сентября была выбрана не случайно. Именно в этот день наша страна отмечает победу во Второй мировой войне. 3 сентября указом президиума Верховного Совета СССР за подписью Михаила Ивановича Калинина был объявлен днем победы над Японией и днем всенародного торжества. Затем губернатор Игорь Руденя и советник президента Владимир Васильев посетили воинскую часть 40963 в Ржеве. Глава Верхней Волжи вручил военнослужащим Тверского территориального гарнизона региональные награды, отметив их важнейшую роль в обеспечении обороноспособности нашей страны. Мы сегодня чествуем в глаз мужественных, сильных людей, которые достойно продолжают великие традиции и охраняют наши границы, которые охраняют наше небо, которые несут военную службу и охраняют покой всех наших граждан и дают возможность заниматься мирным трудом. Игорь Руденя рассказал о плодотворном сотрудничестве региональных властей для воспитания достойной смены военнослужащих. В прошлом году в столице Верхней Волжи был открыт современный комплекс Суворовского училища. Тверской регион стал пилотным в реализации проекта реновации военкоматов. При этом зашла речь и о будущем офицеров, которые готовятся выйти в отставку. Игорь Руденя и Владимир Васильев отметили, что такие люди очень нужны в органах власти. Это высоко подготовленные люди, это патриот своего отечества, очень надежные, взвешенные. Это носители культуры, дисциплины, носители традиций. Это очень важно. Следующим пунктом программы стала станция скорой помощи. Сейчас там завершены внутренние и наружные работы, проходит благоустройство территории, устанавливается мебель. Все это обеспечит комфортные условия для работы и отдыха медиков. Игорь Руденя поручил полностью завершить ремонт до 15 сентября. Завершился визит снова в районе мемориала советскому солдату на железнодорожной станции. Ее открыли 6 мая. И теперь с комфортом сюда можно доехать из столицы, а также муниципалитетов Подмосковья и Тверской области. А совсем скоро к комплексу смогут добраться и любители велосипедов, а также пеших прогулок. Очень важный проект. Это завтра он стартует. Это проект по строительству пешеходной дороги, велодорожки. От станции Ржевский мемориал до мемориала советскому солдату. Протяженность 1,8 км. Объект будет сдан в этом году. Поэтому все идет согласно поставленным задачам. Напомним, что с момента открытия Ржевский мемориал посетили уже более 2 миллионов 200 тысяч человек. Глава региона не сомневается, что после прокладки велосипедно-пешеходной дорожки количество туристов будет расти еще быстрее.